ну а теперь ольга ромашова у нас вообще сегодня очень много людей которые в сложных ситуациях делают невероятные вещи ольга ромашова многодетная мать и вместе с тем человек который восстановил списке 9 дивизии народного ополчения смотрим ольга не могла конечно дети помешали бы записать это вживую выйти с нами на связь вживую но записать ролик она смогла слушаем добрый день я поздравляю всех с праздником днем победы и очень рада в этот день принять участие в таком удивительно полезном мероприятии расскажу немного о своем деле с 2009 года я занимаюсь поисками своего прадеда василия ильзинского и за это время мне удалось установить конечно с помощью многих людей также в этом заинтересованных удалось восстановить примерно три четверти списка личного состава его дивизии 9 дивизии народного ополчения кировского района москвы сейчас нам известно восемь с половиной тысяч фамилии воинов которые воевали в этой дивизии несмотря на то что за все эти годы мне не удалось найти ни вообще ни малейшей зацепки насчет своего прадеда ничего нового не удалось узнать я все равно считаю что искать не только и не только имя и узнавать не только судьбу своего родственника но и судьбу всех тех кто с ним вместе служил это очень важно особенно это важно если списке потерян если никаких документов дивизии не сохранилось и если получается так что нужно начинать все с чистого листа почему это важно почему важно узнать не только имя своего родственника но и тех кто был с ним рядом потому что те кто был с ним рядом они это чаще всего ну самые близкие ему люди это его земляки они вместе призывались и старались если это возможно не разлучаться на фронте что может оказаться что могут рассказать нам его земляки земляки того человека которую мы ищем может оказаться что они присылали письма и эти письма сохранились и в этих письма будут не только какие-то подробности их домашний его их разговоры с домашними ну и например какие-то сведения о его однополчанах с которыми он вместе служил и которых может быть знают те кто остались него дома я покажу сейчас коллекцию несколько писем которых люди ополченцы упоминают своих земляков говорят что например я служил я служу со мной рядом много ивантеевских ребят но их не знаю а зато вот там петров служит в такой-то батарее а иванов служит в артполку и такие подробности могут очень много нам рассказать особенно если мы точно не знаем например в какому полку в каком отделении служил человек которого мы ищем а тут вдруг раз и упоминание о нем в письме но правда в письме человека а это письмо причем отсканирована она лежит на обд и любой его может прочитать только если он заинтересуется именем то есть если он забьет в поиске имя не от самого того кого он еще земляка угадать это конечно очень трудно так вот что может еще оказаться иногда оказывается что мы не знаем где служил наш тот кого мы ищем но есть например какая-то семейная история как в которой и вернулся с фронта его однополчанин земляк и родным рассказал что же с ним произошло и иногда даже помня имя этого человека вот так моя бабушка всю жизнь помнила фамилию того однополчанина прадедушки который вернулся и рассказал о том что о том но не судьбе конечно моего прадеда о том как вообще там все происходило и вот это тоже может быть очень полезным источником что еще что еще для нас важно что мы можем еще найти можем найти может оказаться что упоминание вашего родственника она будет вообще совершенно неожиданно когда я только начала свои поиски и на сайте на форуме сайта солдат ru очень полезным где очень много всего важного для поиска узнала на этом форуме я написала разместила информацию о том что я создала тему о том что я ищу своего прадеда и мне написал человек человек который был внуком ополченца его дед послал домой записку эта записка сохранилась у них семье на этой записке он написал адрес и сообщал жене что их из москвы отправляют в лагеря и что они уезжают что их уже на прежнем месте не найдешь а на обороте этой записки было десять фамилий 10 фамилий в том числе фамилия моего прадеда или его брата поскольку они вдвоем ушли в ополчение неизвестно точно кто это из них но посмотрите это просто удивительно что этот человек этот внук ополченца он взял это письмо отсканировал его написал в поиске фамилии все фамилии но там 9 разборчиво 1 не разборчиво и одну из этих фамилий он увидел что я ищу и написал мне и показал нету удивительную записку скорее всего это были бойцы одного отделения и поэтому он записал всех вместе 10 человек то есть это ничего вообще нового не рассказывает мне о прадеде или его брате но просто это удивительно потому что других ильинских пока я списке дивизии не встретила вот почему важно всегда обращать внимание на земляков и на то что в их письмах может что-то быть для нас важное и полезное найти их можно будет только если мы будем искать вообще всех кто воевал вместе с тем кого вы ищете следующее почему нам важно вообще заниматься не только поиском одного конкретного человека но и всего его такого боевого соединения всего его дивизии это то что когда мы начинаем поиск особенно когда мы начинаем поиск и мы не историки не не поисковики и мы впервые сталкиваемся со всеми этими мудреными полками полевыми почтами все это так непонятно и мы думаем что в книгах справочниках мы можем прочитать как раз то что нам как раз все как нужно все как правильно но на самом деле везде бывают ошибки и если ты занимаешься историей уже не один год то рано или поздно ты приходишь к тому что ты находишь какие-то несоответствия официальных данных ты находишь ошибки в справочниках и ты понимаешь что ты уже можешь совсем по-другому смотреть на это например есть у нас по нашему сергио посадскому району есть двадцать третий том книги памяти московской области и 20 и в этом томе написано что ополченцы из загорского района попали в восьмую дивизию народного ополчения краснопресненского района москвы так написано загорский батальон народного ополчения включающий ополченцев ходькова и константинова был направлен на формирование восьмой дивизии на ополчение киров краснопресненского района москвы я читаю эту статью думал здорово мой прадед был ополченцем значит он был восьмой дивизии как и все но что такое я пользуюсь справочником полевых почтовых станций и я верю что ппс-931 это не восьмая дивизия народного ополчения это девятая дивизия народного ополчения кировского района москвы как так неужели мой прадед один был в этой дивизии а все остальные были в другой я начинаю проверять его земляков и я вижу что все они были в девятый и никого из них не было восьмой и я беру книгу народное ополчение на защите москвы и пытаюсь там найти первоисточник а оказывается что все ссылаются на воспоминания которые хранятся в институте российской истории академии наук и в этих воспоминаниях когда заказываешь их и читаешь читальном зале то ты видишь в документах по восьмой дивизии что там будет написано что восьмой дивизии были рабочие из солнечногорска их был целый батальон потом в другом документе мы читаем что значит были рабочие из солнечногорска и из загорска третий человек рассказывает что у них политруком в батарее был некто былинкин директор загорской школы никакого былинкина в наших документах военкомата нет но к счастью виталий семёнов копирует документы тверского военкомата в списке 8 дивизии я там нахожу не выходя из дома былинкина который действительно был директором школы но не загорской а солнечногорской там так и написано что он даже жил в доме при школе то есть вы видите что как только мы углубляемся в какую-то тему мы обнаруживаем много всего нового интересного и оказалось что мы узнаем много чего и так вот мы и подошли к тому что для нас очень важны документы военкоматов для поиска если вы знаете где служил ваш родственник какой части или если вы не знаете где он служил то все равно в любом случае вам стоит начать с того чтобы изучить документы военкомат документы призыва что можем мы военкомате найти мы можем найти алфавитные книги призыва можем найти книги команд и книги команд найти это большая удача потому что книги команд записаны все те кто вместе все в одной команде направились какую-то одну часть или какой-то другой военкомат были присланы и а потом уже из этих книг команд делались списки и выписывали в алфавитные книги по алфавиту всех людей уже не по командам а по букву по букву алфавита чтобы их было удобнее искать и вот если вы знаете дату призыва своего человека которого вы ищите или если вы ее не знаете все равно хорошо отправиться в военкомат и своими глазами увидеть эти документы когда мы закончили первую часть своей работы по восстановлению списка а вообще работа проходила так что сначала я искал его бд сначала очень просто по номеру полевой почтовой станции выбрала всех кто служил этой дивизии потом по номерам полков потом я уже поняла как какие могут быть неправильные варианты искала по самым разным вариантом искажения номеров полков потом среди пленных по месту пленения просматривала карточки тех кто попал в плен под ельней и если там было написано что они из девятой дивизии это никак не было проиндексировано тоже такие люди добавлялись плюс оказалось что группа ветеранов которая занималась поисками однополчан и группа потомков детей ополченцев которые в семидесятых восьмидесятых занимались этой работой они тоже восстановили небольшую часть списка на самом деле достаточно значительно для того времени для отсутствия интернета для отсутствия поисковых баз полторы тысячи человек и передали ее военкомат вот когда это все вместе собралось у нас получилось примерно четыре с половиной тысячи человек из одиннадцать с половиной тысяч стало понятно что из о бд больше мы ничего и из подвига народа ничего больше мы вытащить не можем и поэтому нужно отправляться в военкоматы тогда было написано письмо военкома московской области с просьбой разрешить поискать документы призыва в 14 военкоматах подмосковных как мы выбрали эти военкоматы но потому что по тем данным что мы нашли в обд уже можно было понять из каких военкоматов какие числа призванные люди попадали к нам в дивизию и вот мы направились в эти военкоматы с тем чтобы найти там документы которые нам помогут остальных остальную половину и даже больше воинов отыскать скажу сразу что в разных военкоматах разная сохранность в разных военкоматах разные истории но если вы хотите действительно не написано узнать что-то не только о своем родном человеке а я тех кто вместе с ним служил то лучше всего вам самим написать письмо военкомат или позвонить туда и съездить туда лично почему во первых потому что сотрудники военкомата иногда бывает что они очень часто меняются совсем новые сотрудники они даже не знают какие у них есть документы и что в них есть и поэтому они могут вам сказать что у них ничего нет а на самом деле у них есть или иногда бывает что если вы спрашиваете документы дивизии народного ополчения а у них нет папки на которой написано дивизии призывники отправлены в дивизию народного ополчения то тогда они не знают что у них такая есть они например все в алфавитке записаны по порядку так что лучше все равно направиться в военкомат ну так мы два года ездили с Натальей Ткаченко внучкой ополченца из 9 дивизии ездили с ней по военкоматам и много всего для нас полезного отыскали потому что истории бывают совершенно удивительные например военкомате в и от военкомата остались одни кирпичные стены без окон и документы все в принципе должны были бы погибнуть но оказалось что сотрудница которая занималась книгой памяти забрала их и они хранились совершенно отдельно и они прекрасно сохранились никакой пожар им не помешал и это были такие прекрасные документы такие прекрасные алфавитки где мы нашли 400 наших призывников которые к нам в дивизию попали ведь опять же когда вы смотрите на документ военкомате вы чаще всего не увидите там надписи там такой-то иванов иван иванович отправился в 9 дивизию народного ополчения там может быть номер команды может быть номер название другого военкомата в которую он был отправлен что угодно может там быть и это вы можете расшифровать и определить кто же с ним в одной команде находился так вот если вы оказались в военкомате если вы уже договорились с сотрудниками военкомата с военкомом о том что вы можете приехать туда и поснимать то лучше да лучше сразу договориться чтобы вы могли там фотографировать потому что если иногда они говорят что это невозможно что это запрещено но попробуйте все-таки как-то договориться попробуйте если совсем ничего не получается написать вышестоящему военкому с просьбой рассказать что у вас такое вот большое исследование и что вам необходимо обязательно эти документы фотографировать потому что иногда мы приезжаем военкоматы люди говорят ну что вы будете переписывать а нам нужно там переписывать 400 человек например и мы точно не уверены что они все наши а там может быть не одна команда а несколько лучше все сфотографировать и лучше потом дома спокойно каждого человека проверять по убеды и по памяти народа в чем особенность поиска ополченцев и тех кто потом позднее попал в ополченческие дивизии в подмосковных военкоматах в том что если человек попал пошел в ополчение в начале июля то обычно что не мы можем может быть даже иногда мы можем увидеть военкомате отдельную действительно отдельную книгу с надписью ушедшие в народное ополчение а в августе середине августа вышло постановление номер 495 разрешавшие мобилизацию с граждан с 1904 года по 1895 года и поэтому получилось что в конце августа и в сентябре в дивизии народного ополчения пришли люди такие же по возрасту как ополченцы и иногда даже старше но они уже не были ополченцами но при попали при этом в ополченческие дивизии эти люди прибывшие в сентябре в своей дивизии уже многие не успели написать писем которые бы попали домой и у них был бы известен их адрес полевой почты но все-таки некоторые письма дошли и поэтому именно по этим письмам которые в обыд мемориал в подворовых опросах адреса указаны мы можем определить что эти люди попали именно в ополченческие дивизии так вот такой список военкоматов из которых в конце середине и конце августа направляли в девятую дивизию был нами составлен и во все эти военкоматы мы и съездили военкоматы эти мы съездили это 14 военкоматов очень приятно отметить что практически во всех военкоматах где мы побывали очень по теплому относятся относились к нам сотрудники хотя в принципе такая ситуация когда человек приезжает не за своим каким-то одним родственником а за целой командой она для сотрудников военкомата непривычно и они удивляются зачем так много нам нужно копировать но всегда рады помочь всегда рады чаем угостить тем более когда видят что мы приехали надолго поработать в процессе установки контактов сотрудников военкоматов для уточнения всех подробностей когда нам лучше приехать есть ли у них вообще эти документы выяснилось что многие военкоматы даже с даты нашего даже за время прошедшей с даты нашего письма мы написали письмо осенью 2017 года перестали существовать например нам нужны были документы новопетровского военкомата мы выяснили что документы новопетровского военкомата хранятся в розе оказалось что и военкомат в розе уже закрылся и все документы перевезли в мажайск нам пришлось туда поехать к сожалению там книгу призыва за 41 год так мы не обнаружили совершенно другая ситуация произошла в шатуре мы приехали в шатуру знаю что нам нужны документы шатурского военкомата и еще нужны неподалеку документы из Егорьевска в следующий раз поедем в Егорьевск подумали мы оказалось что эти документы все хранятся в шатуре а в Егорьевске больше вообще ничего нет после того как мы получается за один день отсняли документы двух военкоматов мы решили съездить в город покров Владимирской области на самой границе потому что в этом военкомате хранились документы на призванных из города петушки приехали в покров в покрове военкомате документы призванных петушках есть но нам конечно не разрешили фотографировать то что с никаких договоренностей не было отлично мы решили как напишем письмо военкому съездим туда и планово там через месяц поехали в павловский посад в павловском посаде выяснилось что команда призывников из павловского посада была соединена с командой которая пришла из петушков в павловский посад и все вместе они были направлены в девятую дивизию народного ополчения в связи с тем что разные военкоматы по разному оформляют у фолми алфавитные книги призыва в некоторых книгах не указана дата призыва а только название команды в других книгах только дата призыва а куда человек на в какую команду человек направлен неизвестно это все вносит огромную путаницу и не позволяет людей всех например из одной команды всех призывных в один день однозначно отнести к конкретной дивизии вот например призывники из воскресенского военкомата они мобилизованы 26 августа и все были направлены в раменский военкомат а оттуда потом проверяешь прям всех по списку оказывается кто-то попадал в девятую дивизию кто-то попадал в восемнадцатую дивизию 27 августа призванные попадали в девятую дивизию и в восьмую дивизию то есть хорошо бы найти документы пунктов в раменском но они пока к сожалению не найдены или вот например призывники из луховиц они попали в команду которая называется колонна 1 из этой команды колонна 1 они уже каким-то образом распределились между девятой дивизии народного ополчения и двадцать первой дивизии народного ополчения что касается документов о ополченцах действительно ополченцев ополченцев июля 41 года то такие документы были нами обнаружены в военкомате в шатуре там есть большой большой список очень полный ополченцев которые были направлены в четвертую дивизию народного ополчения в воскресенске хранится отдельная книга список список ополченцев которые попали из воскресенска в восьмую дивизию народного ополчения соответственно в загорском военкомате например сергиево-посадском загорские призывники не выписано куда-то в отдельную книгу а все они в алфавитке просто напротив каждого написано народное ополчение завершая свой рассказ я хочу пожелать вам удачи в поисках потому что как вы видите в некоторых случаях особенно в очень сложных только удачи только на удачу можно рассчитывать чтобы найти какие-то сведения особенно об ополченцах о которых материалов сохранилось очень мало спасибо за внимание наш список восстанавливаем список личного состава девятой дивизии информацию девятой дивизии также мои контакты можно найти на сайте 9.ру да мы с соли давно знакомы и давно работаем и сейчас ольга ведет работу по набивке документов загорского рвк который сейчас естественно сергиево-посад отфоткала на эти документы достаточно давно тогда когда я откопировал пять районов московской области но вот только сейчас благодаря карантину нашлось время чтобы организовать волонтеров собрать волонтеров для того чтобы собственно эти документы перевести в текст а дальше существенно дополнить имя существующие тома памяти московской области и и и и и и и и